здравствуйте дорогие друзья меня зовут Анна Гусева и я рада приветствовать вас на своем канале сегодня хочу познакомить вас с одной из самых редких орхидей в моей коллекции это орхидея называется перистерия альба роза почему редкая потому что единственный раз когда я ее видела в заказе это был предзаказ латинской америки и с тех пор честно говоря в предзаказах она мне не попадалась я ее покупала где-то четыре года тому назад и вот это первое домашнее цветение пришла мне это орхидея в размере трех бульб две крупные бульбы и одна маленькая и вот эти вот две бульбы она нарастила у меня и вот с последней бульбы она выдала сначала цветонос а уже после цветоноса внизу вы можете видеть ростик значит еще расскажу перистерия альбироза это первоначальный гибрид который был зарегистрирован официально в 2015 году то есть орхидея достаточно недавно описано и зарегистрировано первичный гибрид это перистерия пендула и перистерия элата перистерия пендула тоже есть у меня в коллекции регулярно цветет ежегодно и ее цветение вы можете посмотреть также у меня на канале а вот перистерия элата есть у меня в коллекции тоже но не цвела пока перистерия элата орхидея белого цвета является национальным цветком панамы где собственно говоря и произрастает ее второе название орхидея святого духа дело в том что ее цветы внутри такой же формы и внутри каждого цветка вы можете видеть такую голубку именно голубка христианстве имеет значение как святой дух и поэтому местные жители называют эту орхидею орхидея святого духа вот как раз форма цветка данная орхидея повторяет форму элата а вот краб на листьях она взяла у второго родителя это перистерия пиндула гибрид на мой взгляд получился крайне интересный и по цветению и по окрасу и по форме цветка цветы достаточно крупные крупнее чем у орхидеи перистерия пиндула вот почти три сантиметра они ну и вот так вот тоже три на три они как бы полу раскрытые если бы цветок раскрыть полностью то конечно он бы был побольше но вот они такими и останутся полу раскрытыми внешне и есть сходство с англуа вот эта внутренняя люлечка но англуа она подвижная а у перистерия она такая статичная именно и в каждом цветочки внутри сидит голубка очень красивая орхидея она ароматная ароматит она сильно запах слышен практически на весь этаж запах сложный есть ноты ментола лакрицы и тут же включаются цветочные ноты очень сложные для восприятия и описать честно говоря вот точно один в один сложно мне на этот раз она зацвела такой гроздью 1 для первого цветения считаю что шикарно получается 2467 цветочков на цветоносе цветонос тяжелый но он достаточно длинный в отличие от перистерии пиндулы у пиндулы покороче цветоноса в этом случае все таки наверное она взяла длину цветоноса от элапы вообще перистерии редкий вид на 2020 год насчитывается всего 12 видов этой орхидеи все виды природные а вот гибридов с каждым годом становится все больше и больше я слышала что именно вот этот вот гибрид встречается как природный его также видели в панаме но информация не сильно подтвержденная поэтому конечно хотелось бы мне видеть чтобы такая красавица росла и в природе в естественных условиях потому что уж очень шикарное у нее цветение и аромат прямо обалденно сильный не могу сказать что он неприятный нет он приятный просто он очень и очень сложный так что конечно если у вас будет возможность когда-то вы ее встретите в предзаказах тоже обратите на это внимание на эту орхидейку чудесную в культуре она выращивание несложное она имеет период покоя и нужна прохладная зимовка с ярким светом и существенным снижением количества осадков то есть субстрат у нее в зимнее время хорошо очень просыхает но и сейчас она у меня сильно влажно то не стоит вот между поливами я ее очень хорошо просушиваю субстраты даю орхидейки очень хорошо просохнуть можно видеть что бульбы у нее крупные массивные запасы влаги в них сильно хватает на бульбах есть вот такие вот вмятинки это последствия улиток погрызла немножко улитка и и но чисто такой визуальный дефект сидит она у меня в крупной архиате я за четыре года честно сказать даже ее не пересаживала вот она как пришла в таком вот корышке в субстрате архиата архиата где-то 24 сантиметра и вот такую вот шикарную корневую она нарастила в горшочке корневая даже убежала за пределы горшка в общем пока даже пересаживать ее не спешу вот после того как орхидейка цветет то может быть тогда если успеем до того момента как новый рост покажет корни в субстрат то тогда пересажу если нет то отложу пересадку даже до следующего года потому что видно что растет растение прекрасной и нет собственно говоря быстрой необходимости и пересадить цветы конечно завораживает они знаете такие вот по структуре восковые и очень-очень такие глянцевые вот на солнце прямо сверкают с таким с одной стороны вот с внешней да они как лаковым таким оттенком интересная орхидейка надеюсь друзья мои это видео вам понравилось и вы смогли разделить со мной радость от прекрасного цветения пишите комментарии ставьте лайки буду рада ответить на ваши вопросы по уходу из содержания орхидей до новых встреч друзья мои всех целую обнимаю пока пока а